Юлия Климова Счастье на тонких ножках Люди богаты тем, что сами вокруг себя создают. Двери ограждают их от того, что им чуждо, и от тех, с кем им не по пути. Молгажата Домогалик Глава первая, в которой я рассказываю о своем детстве первой любви, конечно же, самой настоящей. Раннее детство я не помню. Пожалуй, в памяти сохранились лишь запахи. Но кому они принадлежали, что это были за люди? Загадка, которую никогда не удавалось разгадать. Иногда мне казалось, что лет до пяти я с отцом и матерью кочевала из страны в страну, не задерживаясь ни на одном месте больше пары недель. Мне даже мерещились огромные слоны, высоченные жирафы и страшные полосатые тигры. Воображение торопливо рисовало то песчаный берег, то непроходимые джунгли, то снежные пики гор. Иногда наоборот. Позабытая жизнь представлялась однообразной и скучной додремоты. И тогда в ушах начинал звенеть колокольчик, и раздавалось настойчивое тиканье часов. Но запахи... Запахи всплывали постоянно. Одни и те же. Они щекотали нос и отчего-то повышали настроение. Я закрывала глаза и улыбалась. Резкий, терпкий, почти удушливый. Мужской или женский, я не знаю. Теплый, цветочный, солнечный. Наверное, мамин. Мне нравится так думать. Табачный, аптечный, хвойный. В перемешку. И опять вопрос. Чею? Слишком крепкие, но бархатные, сладкие, отталкивающие одновременно. И если бы можно было их схватить, приоткрыть, как какую-нибудь коробочку, и заглянуть внутрь. Но, увы. Зато я помню почти все, что со мной происходило после шести лет. Однажды я проснулась и... Взгляд сначала коснулся потолка, посеревшего от старости и миллиона извилистых трещин. Затем махровой паутины с дохлой мухой. Потом пыльной люстрой, напоминающей самую обыкновенную трехлитровую банку. И выцветших желтых штор с двумя большими дырками посередине. Проснулась. Вставай. Нечего валяться. Раздался незнакомый ворчливый голос. Я повернулась на бок и увидела невысокую полную женщину в цветастом халате. Рыжий пучок на голове, маленькие глазки, крючковатый нос и тяжелый подбородок делали ее похожей на ведьму или кикимору. И я, конечно, мгновенно струхнула. Натянула одеяло до ушей, задержала дыхание и зажмурилась. Умея превращаться в букашку и прятаться в складках постельного белья, это непременно бы так и поступило. Но, к сожалению, у меня не было волшебных способностей, поэтому я обреченно приготовилась к худшему. Долго ждать не пришлось. Уже через минуту я вновь услышала едкий голос женщины. Хозяйка дома не имела ничего общего с отрицательными персонажами сказок. Ну, если не считать ее характером. И наша встреча объяснялась просто. В жизни есть плохое и хорошее. А уж кому как повезет. Тамара Яковлевна Зубенко приходилась мне дальней родственницей и в силу трагических обстоятельств была вынуждена взвалить на свои плечи груз неимоверной ответственности. А именно, воспитание несчастной сироты, которая наверняка окажется неблагодарной и лет через 7-8 либо устроит поджог, либо разболеется и назло помрет. То есть речь шла о моем воспитании. Тамара Яковлевна коротко сообщила, что мои родители погибли в автомобильной катастрофе. И отныне, и навсегда. Я ее послушная племянница. А она моя замечательная тетя Тома. И еще, заметила она, следует сказать спасибо, потому что в приютах сейчас недобор. Честно говоря, в тот момент мне хотелось заполучить какую-нибудь другую тетю, но выбирать не приходилось. И так как в голове было пусто, я лишь тихо вздохнула в ответ и без особых эмоций приняла условия. Расплывчатые образы мамы и папы промелькнули передо мной, но я не стала прижимать их к груди. Это я собиралась сделать позже, когда останусь одна. Странно. Я знала некоторые имена, умела читать, считать, могла пересказать огромное количество сказок, хорошо ориентировалась в других вопросах, но, тем не менее, оставалась маленькой девочкой без прошлого. Довольно долго меня эта проблема особо не беспокоила. Часть души крепко спала, не желая дополнительной правды. Намного позже я все же стала проявлять интерес, однако любопытство на корню было безжалостно задушено тетей Томой. Там, где ты жила раньше, уже трава выросла по пояс, гаркала она, заводясь с полоборота. Или умные люди небоскреб построили. Хватит маяться дурью. Продолжение следует...